доброе утро добро пожаловать в новый влог у меня действительно утро я начинаю его где правильно на своем рабочем месте в кухне детям я пожарила утром блинчики а себе сделала протеиновые вафли я уже несколько лет покупаю на herbe вот такую смесь из нее можно делать и панкейки и собственно говоря вафли знаете что я заметила что мои вафельницы к тем панелям которые я чаще всего использую со временем начала все прилипать поэтому я беру вот такую штукенцию это силиконовая типа как щеточка если у вас еще такого нет это супер вещь обязательно обзаведитесь потому что тогда используешь меньше масла и все не плавает все это удобно даже смазывать какие-то пирожки выпечку желтком вот я не знаю почему я не так давно на самом деле ее купила так что я смазываю чуть кокосовым маслом панели и потом ничего не предстает вчера как раз купила абрикоски буду есть с ними и типа как с нутеллой только это из настоящих орехов и какао тоже покупала на айхерб приятного мне аппетита и здесь у нас готовится второй завтрак но только для меня и захара потому что захара игнат потому что захар такое не ест отвариваю в соленой воде бабы ловите лайфхак от юг если вам очень жарко раздевайтесь и голым пузом на холодный кафель так может быть легче бедняжка моя сидела я красилась красилась навела марафет кстати девочки я не знаю как вот кто-то красится с волосами у лица это настолько неудобно мне обязательно нужно их убрать и я думала что мы поедем в гости на гриль где-то ну там около обеда оказывается что на 6 часов вечера поэтому я буду ходить при параде целый день получается и мы едем к очень классной семье они такие позитивные у них вечный движ и не только потому что у них пятеро детей мне кажется что такого активного человека как жена в этом браке я еще никогда не встречала во первых она все успевает сделать за всеми детьми присмотреть у них у всех небольшая разница всех накормить она постоянно устраивает большие праздники и еще у них вечный ремонт но не потому что они не могут его это делать а потому что они постоянно что-то переделывают и ремонт серьезный типа перенести кухню в другое место или достроить еще один этаж то она придумала что спальня у них будет полностью из стекла помимо крыши и ее муж тоже сам как бы может многое сделать руками поэтому они собственными силами все это создают и то террасу переделывают то бассейн ставят причем не такой вот маленький а конкретный огромный бассейн и я обожаю к ним ездить такая классная атмосфера у них в семье и вот в 6 часов вечера мы едем к ним я сегодня кстати довольно своим макияжем мне казалось что мне ничего не спасет я проснулась настолько помятой не знаю с чем это связано ничего такого вечером не происходило просто проснулась и как будто в отражении не я но я исправилась ситуацию в основном использовала то что показывала вам фаворитах первой половины этого года и я не говорила ничего о тенях от dior но вы знаете они конечно кайфовые только это так дорого за такую цену можно купить целую палетку и не то что пигментация там какая-то убийственная это вот знаете как шелковая такая нотка в вашем макияже которая особо не бросается в глаза но она все-таки выполняет свою работу и я добавила немножечко этих теней они сатиновые не совсем тауповые сложный цвет попробую еще найди но я не могу сказать что вам прям очень нужно так сильно тратиться я иногда себя оправдываю тем что ну я же делаю обзор я должна пробовать разные текстуры поэтому ну ладно возьму еще и пойдет в затраты компании номер 573 красивый оттенок но можно купить например палетку от dior чуть-чуть добавить вот такие пироги и тушь это то что всегда вызывает массу вопросов у меня сейчас эволайн я чаще всего покупаю именно их туши еще и высматриваю скидки поэтому совсем за недорого это новая версия варита такая розовенькая и здесь щеточка как у туши люкс визаж xxl которая всегда была моих фаворитах то есть в виде елочки силиконовая но реснички в каждом видео практически прокрашены вот этой тушью если я их крашу на следующей неделе я постараюсь записать макияж или это будет часть влога или отдельное видео пока что не знаю мы записали детей на такой типа как полу лагерь то есть ты отвозишь туда их на 8 часов утра и забираешь около трех или в пол четвертого и как раз это будет спортивный такой полу лагерь на берегу озера недалеко от нашего дома то есть у них там будут и байдарки и сапы и плавание и я сразу уточнила потому что с нашей погодой сложно что-то запланировать то жарят 36 то сразу 23 если будет плохая погода то и заберут в аквапарк в бассейн еще куда-то вот так мы организовали им получается 5 рабочих дней ну а дальше мы поедем в отпуск и еще у них в августе будет дополнительные полу лагерь спортивные я думаю что им не помешает куда-то потратить свою энергию я думала в этот раз они строят еще один дом но нет это будет альтанка 70 квадратных метров неугомонные бассейн по размеру как в турции ей богу дети счастливы никуда не хотят выезжать а это я наш сам строит домик для детей и говорит что проект еще не закончен что тут будет целая площадка буквально это вот место для костра когда впервые увидела на фотографиях когда они жарили колбаски я подумала что они куда-то поехали отдыхать это у них дома это и курочки прошли кормить хозяйство это тоже все их наших друзей все нормально играть молодец игната надо туда в черниговскую область бабушки в лосиновку тоже покормила макс крестницей со своей еще с одной мая мы попали даже на обед на следующий день сюда же так у меня тут на раковине образовались пятна которые я никак не могу отмыть и сейчас попробую одну штуку если сработает то расскажу что это мне самой интересно это было ржавчина между прочим я оставила отмокать форму офигеть смотрите ушло не испортила раковину не давайте все отполируем думаю возьму камеру и проведем эксперимент вместе это тоже можно даже эту штуку очистила давайте попробуем со второй стороны практически полностью ушла ржавчина но это такая уже знаете потертая поверхность я думаю что это максимум прикольно это вот такая нежно-розовая паста которую нужно набрать на губку и можно чистить как духовку так и гриль плиту кастрюли сковородки унитазы раковины душевые кабины у нее огромное количество применений и я подсмотрела ее у англоязычных блогеров и как-то думаю надо заказать надо заказать а потом была в магазине и увидела думаю о возьму потому что ну там чего только не отмывали при помощи этой штуки осмотрела еще и обзор недавно англоязычные тоже в общем если где-то встретите то рекомендую а я поищу еще и в жидком виде есть всякие спреи там для чистки пока еще не знаю чего но понимаю что в хозяйстве пригодится а еще и видела как это чудо штукой девушка чистила подошву от кроссовок я обязательно это проверю ближайшее время клянусь вам не реклама если что передайте им что они мне должны бесплатно отработала вернулась домой юки перекопала пол газона обскакала меня грязными лапами еще и цапнула меня зубами не было игрушка я так пыталась ее как-то отвлечь случайно ну елки-палки я буду покоцанной пока она не подрастет и мы ее не воспитаем это кошмар и раз уж я грязная и мне придется переодеться а еще слушайте зацепила мне штаны теперь там дырка я в шоке она конечно у нас огнище в общем я достала свои грязные кроссовки здесь такая пожелтевшая подошва кроссовка кеды и решила попробовать вот эту пасту на следующий день уже на белой обуви раз так и рекомендовали давайте тоже проверим кстати она не воняет пахнет каким-то йогуртом клубничным если это сработает я буду безгранично счастлива ну что смотрим девочки я в этих кроссовках ходила и по траве и вообще где в них только не было поэтому я думаю что а желтизны уже мне ничего не поможет я пробовала очищать их и порошком и чем угодно это все занимало больше времени то есть тут быстро раз-два и готово и даже до такого состояния отмыть ну блин надо было постараться у меня еще была такая резинка из алиэкспресс там долго нужно было мудохаться но можно было добиться приблизительно такого же результата но тут реально все быстрее происходит я побоялась тереть как-то кожу все-таки не было написано что можно чистить и кожаные изделия и давайте сравним с грязным кроссовкам в основном это налет это не грязь ну то есть она вот оставалась в таком состоянии после мытья ради что тут буквально зубами отдирала сейчас вам покажу у меня нет цели вам это продать мы с вами разные тестируем смотрите то есть если протереть просто губкой она не оттирается без пасты это нужно прям чем-то тереть сильно но тут уже паста сложно сказать но я просто знаю как это было и как это выглядело без пасты ok не прям уау на эти кроссовки убитые я решила попробовать на самом грязном что у меня есть называется оле скоро выезжать она затеяла тестировать пасту но знаете меня если что-то захватывает меня сложно остановить я достала решетку из духовки мне кажется мне придется ее чистить раз в неделю если не чаще потому что мой любимый муж любят прямо на ней что-то жарить ну да ладно поэтому у меня куча всяких прибамбасов давайте еще раз наберем у меня другая губка не то что для уже мне несколько одинаковых тоже лежит новенькая для посуда давайте пробнем народ вы это видите я уже посмотрела на аллегра продаются не помню я сказала вам вечером или нет но реально чистый мэджик битер обалдеть и ждать не надо ну то есть она сразу видите все уходит а еще можно было бы оттереть пол в кухне вот это был бы интересный эксперимент наверное даже плитка станет светлее написано что нельзя использовать на акриловых и пластиковых поверхностях и если это не решетка из духовки а что-то другое из нержавеющей стали просто не сильно тереть но я терла и все нормально так как на решетке в принципе без разницы такое ощущение что здесь есть сода шок контент я только к ним дотронулась у меня сразу грязная рука вчера увидела как домик меняет фильтра у нас стоит автоматическая вентиляция воздуха говорят что не обязательно проветривать но мы все равно это делаем потому что свежий воздух есть свежий воздух но только гляньте как выглядят фильтры спустя три месяца использования их можно периодически пылесосить но томок вчера поставил новые и я покажу вам картинку фотку я специально сфотографировала и я как представила что вот это вот все циркулирует у нас в доме оседает на мебели на стенах и это тоже один из поводов чистоты в доме и со второй стороны прикиньте какой кошмар какие-то букашки здесь есть мне казалось что это бесполезная ерунда но когда я увидела грязные фильтры я поняла что нет очень даже нужная вещь дома боже как я рада наконец-то нашлась моя посылка в которой был супер уютный костюмчик от украинского бренда на мизэн посылка случайно оказалась у наших соседей я думала что она затерялась потому что ехала ко мне из любимого киева у меня есть несколько вещей от на мизэн я вам показывала их это и костюм такой и не элегантный и не спортивный на все случаи жизни и платье у меня есть от них а в этот раз выбрала для себя костюм из хлопка он сейчас покажу типа как махровый внутри но это тоже хлопок на лето отличный вариант потому что можно надевать и в дорогу куда-то и дома ходить и просто на прогулку с ребенком с собакой есть несколько расцветок я от души вам советую потому что я уверена в их качестве у моей мамы есть спортивный костюм от них только утепленная версия голубого цвета это была ну чуть ли не единственная вещь в которой моя мама приехала ко мне в польшу и он ей так идет и вот теперь я буду носить с особенной любовью и теплом костюм из родной украины ссылку оставлю внизу у них очень много красивых изделий День добрый День добрый День добрый День добрый День добрый День добрый Круткий вывод Как было сказать маме? Хорошо Не вижу энтузиазму А окей Прошу Мальчики очень хотели Павлову но у меня недостаточно времени для того чтобы самой сделать безе У меня оно кстати не всегда получается многое зависит от яиц но зато есть лайфхак благодаря которому можно быстро без заморочек сделать десерт еще и будет удобно его есть и сегодня девочки у меня Настоящее кулинарное счастье потому что я искала малину она у нас в дефиците в этом году и Я случайно встретила женщину которая продавала ягоды и фрукты из своего сада и у нее была земляника Я понимаю что для многих это ничего особенного но я правда много лет не ела землянику она не такая ароматная как Та которую я помню из детства Но как же это вкусно И Захар например у нас не ест клубнику и не ест чернику но зато он ест малину и землянику А черника у нас из гор Томик ездил с мальчиками Шел дождь и он в общем попал к своей тете Помните я когда-то снимала там влог у них прямо сказочный домик и они собирали чернику И что нам необходимо для быстрого десерта Безе Его можно купить на развес или в пачках но мне кажется что на развес более нежное Маскарпоне Я использую одну упаковку сейчас достану сливки и совсем чуть-чуть сахара В принципе можно даже не добавлять сахар потому что в безе и так огромное количество И чтобы не было приторно такой легкий десерт У меня к сожалению нет миксера Я поняла что мне нужно купить миксер прям настоящий с чашей Девочки пожалуйста посоветуйте мне потому что я выбираю какой-то толковый Не прям очень дорогой Можно использовать в качестве миксера и блендер вот у меня насадка Можно термомикс Но все же белки круче всего взбивает именно миксер Мне хочется с двумя вот такими вертелями или как они венчиками И поэтому буду ждать ваших рекомендаций Я вот здесь подготовила креманки Если мне не хватит четырех то достану еще Я запаслась как вы помните из недавних видео Поэтому у меня уже есть запас на достаточно десертов для всей семьи и даже для гостей Берем безе и нам нужно его немного измельчить Но не до порошковой формы Оп Что за мышь у меня тут? А мышь помыла руки А еще смотрите Если вы печете безе и оно у вас не очень получилось То вы можете сделать то же самое У меня так было несколько раз Я не знаю сколько безе у меня идет Я не считаю Ну вот так чтобы на дне было достаточно А еще если вы очень торопитесь И у вас ну совсем нет времени на то чтобы заморачиваться с кремом То можно еще выложить мороженое Сверху ягоды Тоже вкуснятина получится Например Нагрянули в гости Вы хоп-хоп И готовы Сливки у меня 36% Где-то 250 миллилитров Сюда же сразу выкладываем маскарпоне Столько же 250 грамм или миллилитров Ой блин Совсем немного сахара И аккуратно взбиваем На небольших оборотах Вот и все Нежнейший крем готов И не взбивайте слишком долго Иначе ваше маскарпоне может превратиться в творог У меня раз такое было Ничего приятного в этом нет Выкладываем Выкладываем Ну и самое вкусное это ягоды Можете использовать абсолютно любые Персики Ну только нужно все порезать Да Клубника может быть Если у вас есть мята Можно также Немножечко украсить мятой О кстати у меня где-то была Больше мяты у меня к сожалению нет Но я думаю что идею вы и так поняли В общем девочки Это у нас семейная Дедушка ездит на Ямахе Папа на Хонде У Игната тоже есть мотоцикл Это реально детский мотоцикл Он разгоняется где-то до 30 км в час Но Игнат не сильно гоняет Это то что он попросил подарить ему на Рождество Ну и звездочка ему принесла Я наверное точно посидею С ними со всеми Вот Томыковский стоит Томов вообще наверное и спать с ним будет Скоро Обожает его Этот мотоцикл заправляется бензином Масло туда заливается Все как положено Сейчас еще шлем нужно одеть Ключ Где твой ключ Игнат? Есть тут? А Заводится Подожди Вот так Нравится тебе кататься Игнат? Любишь ездить? Да? Что-то так не уверенно Ты сказал прям как мама Алина Мо тоже? Так он заводится Это делает папа Больше дымит и дырчит чем едет Второй пошел Папа купил куртку Наколенники специальные Перчатки И шлем Теперь едут на большом мотоцикле Захар в качестве пассажира Папа Ой Вы меня доведете Своими мотоциклами Ну ездят потихоньку И осторожно А я не А я не А я не А я не Ото ж ж Мужики Папа В Привет Поехали! Керуюете? Приехали на озеро, катаемся на катамаране. Снова ни черта не вижу в камере, но здесь очень красиво, закатное солнце. А вы ладнень хлопаки. Давай отсюда не воображать, я ладнень. На этом мы будем прощаться. Спасибо, что провели этот влог вместе со мной. Не забывайте поставить пальчик вверх и пока-пока. Встречаемся совсем скоро.